В рамках деловой программы 6-го международного форума древних городов состоится презентация с сайта «Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области». Ресурс содержит информацию о древних населенных пунктах региона, возраст которых около 500 лет и старше, их истории, уникальных объектах, современном облике и туристической инфраструктуре. «Электронная энциклопедия древних поселений Рязанской области» создана Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького. Там же пройдут выставочные проекты, сейчас они на стадии подготовки. Ключевые же события на площадке пройдут 23 и 24 сентября. Ключевые события этого форума – это еще и уникальные фестивали. Сразу хочу сказать о том, что беспрецедентный фестиваль старинных музыкальных инструментов, по крайней мере, я такую афишу никогда в своей жизни не встречал. Это разные эпохи, разные города, это старинные инструменты, уникальнейшие и, естественно, не менее уникальные исполнители. Афишу вы видели. Я с удовольствием всех приглашаю на эти концерты, но нужно поторопиться, потому что действительно билетов осталось немного. Это и Средневековье, это и потрясающие русские старинные музыкальные инструменты, и армянские, и западноевропейские. Будет чего послушать, чему удивиться. 25-26 сентября в рамках школы древних городов, которая работает как площадка 6-го международного форума древних городов, состоится арт-фестиваль «Городские практики». В этом году школа выходит на улицу Семинарскую, которая когда-то была московской, и связывала Рязань со столицей. Несмотря на то, что улица расположена в уникальном историческом месте, является одной из главных улиц современной Рязани, и входит во все экскурсионные прогулки и маршруты, сама улица не рассказывает свою историю горожанам и гостям города, не олицетворяет былой статус парадного въезда. Участники арт-фестиваля попробуют это исправить. 23 сентября мы называем этот день «Рязанский день». Идея этого дня была поддержана Министерством культуры и туризма и губернатором Рязанской области, когда в прошлом году в условиях пандемии мы вынуждены были провести рязанскую сессию и весь один из дней посвятить изучению рязанской истории. В течение нескольких дней Рязань в очередной раз превратится в культурный этнографический центр. С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте правительства региона и в социальных сетях мероприятия. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».